МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика». В студии Александр Базаров и сегодня в нашей программе. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ВОПРОС Жители незаконных домов в микрорайоне Шанхай не хотят переезжать. Здравствует детский сад. И окна тёплые, и игрушек здесь полно. Шумерле строит детские сады и проводит модернизацию в школах. И что делать, если дома случилось ЧП, а родителей нет рядом? Вы знаете, кто самый лучший исправитель сломанных компьютеров? Это Карлосов, который живёт на безучии. Театр юного зрителя представил новую интерактивную сказку «Один дома». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как минимум половину российского общественного транспорта в ближайшие годы планируют перевести на газ. О планах по масштабному переходу на газомоторное топливо Дмитрий Медведев заявил ещё в апреле прошлого года. О том, как реализовать идею, представители правительства обсудили с руководителями регионов Приволжского федерального округа. Побывала в нём в Нижнем Новгороде и наша съёмочная группа. По мнению экспертов, использование газа транспортом вместо традиционных дизельного топлива и бензина пойдёт стране на пользу. Экономике и экологии. Впрочем, такой переход власти России пытаются осуществить уже последние несколько лет. Выдающихся успехов пока нет, зато есть препятствия. О том, как их преодолеть, говорили на совещании в Нижнем Новгороде. Здесь собрались главы ключевых для перехода на газ ведомств страны. Министр энергетики, министр транспорта, министр промышленности и торговли России. Проводил совещание полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Пригласили сюда руководители субъектов ПФО. Среди них и глава Чувашии Михаил Игнатьев. В плюсах у газомоторного топлива в первую очередь относительная дешевизна. По сравнению с традиционным бензином газ стоит меньше примерно в три раза. Около 10 рублей за кубометр. Кроме того, в выхлопных газах этого топлива, по данным специалистов, вредных веществ меньше на 70%. И практически отсутствует сажа. Казалось бы, сплошные плюсы, однако на деле оказывается, что страна к переходу пока не готова. К 2020 году доля средств, работающих на газомоторном топливе, автотранспорта и дорожно-коммунальных служб должна достигнуть 50% в городах численностью более 1 миллиона человек. А таких как раз в Привозском округе, если не ошибаюсь, по-моему, 6, да, Михаил Викторович? 6 городов. Есть целый ряд проблем, которые действительно требуют сегодня решения. Это, прежде всего, развитие сети газозаправочной инфраструктуры. В городе в настоящее время действует всего 52 станции для заправки автомобилей с жиженым газом, что составляет лишь 50% от существующей потребности. А если мы говорим об увеличении объема закупок, то понятно, что это совершенно недостаточное количество. Дополнительно нам требуется строительство 84 технических серверных центров. Сегодня их существует всего 21 в регионах округа. То есть, ну, практически в 4 раза необходимо увеличить. Обозначили на совещании не только проблемы, но и меры, которые помогут их решить. К примеру, вне конкурсное выделение земли под строительство автогазозаправочных станций, выделение субсидий на приобретение транспорта. Подготовлен проект постановления правительства, в соответствии с которым предусматривается долгосрочное планирование цены на компромированный природный газ, не выше 35% от цены дизельного топлива. Снижены ставки ввозных таможенных пошлин на газобаллонное оборудование. Перед началом совещания участники осмотрели выставку техники. Среди собравшихся представителей власти противников перехода на газ, конечно, не было. А вот в интернет-сообществе их достаточно, а среди их доводов опасность баллонов с газом. В качестве примера приводится взрыв переоборудованного на газомоторное топливо автобуса в Москве на 9 мая прошлого года. Пассажиров в нем на тот момент не было, но пострадали прохожие. Специалисты утверждают, с тех пор меры безопасности усилили, приняли новые стандарты, освоили производство новых видов газобаллонного оборудования. Так или иначе, то, что будущее за голубым топливом, представители власти уверены. С субъектами Российской Федерации принимаются соответствующие программы по стимулированию перевода техники, жилищно-коммунального хозяйства, муниципального транспорта, автобусного парка на газомоторное топливо. В основном это, конечно, приобретение новой техники, поскольку это более экономически выгодно. Завершилась встреча подписанием двустороннего соглашения между компанией КАМАЗ, Самарской областью, Удмуртией и нашей республикой. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика. Думать о нуждах людей призвал сегодня глава Чувашии на еженедельном совещании. Это заявление он сделал, разбираясь в условиях переселения жителей так называемого микрорайона Шанхай. Там в ближайшее время собирается возвести жилой комплекс Кувшинка. В микрорайоне, который в народе называют Шанхай, 264 частных дома. Планируется, что на этой территории построят 26 многоквартирных домов, детский сад, школу, предприятие торговли и спортивные площадки. Микрорайон большой, большинство домов там самовольно возвели более 40 лет назад. На многие постройки нет регистрационных документов, поэтому проживают люди там незаконно. Выиграв аукцион на застройку, строительная компания предложила в первом доме квартиры тем, кто уже сейчас готов поселиться. На начальном этапе планируется, что жители 89 домов справят новоселье. Однако далеко не всех устраивают предлагаемые варианты. Люди недовольны малогабаритными квартирами, площадью 30 квадратных метров, к тому же с кухней-нишей. Несогласие в первую очередь связано с тем, что расселяемые дома у них в большей площади, у кого-то 50 квадратных метров, у кого-то 80, у кого-то больше 100. Застройщик сегодня предлагает площадь квартиры к расселению 30 квадратных метров. Мы проводили неоднократные совещания. Когда вы проводили градостроительный совет и рассматривали вопрос выставления на аукцион продажи этого земельного участка, по крайней мере, люди же, все, которые подписывают такой выбор земельного участка, тоже знали, что люди там живут, живые люди. И с этой точки зрения, когда вы конкурсную документацию готовили, надо было с определенным обременением делать. И понудить, в данном случае, победителю или победителя для того, чтобы он выделял соответствующие площади. В городе проводились публичные слушания по застройке микрорайона. На встрече с жителями Шанхая компании-застройщику было рекомендовано еще раз изучить потребность граждан и предложить другие варианты для расселения. Глава Чувашии попросил премьер-министра подключиться к этой проблеме и решить ее в двухнедельный срок. Татьяна Молокова, Надежда Яковлева, Сергей Рябчиков, Республика. Тушенка съедена, палатки свернуты, конспекты сложены. Межорегиональный молодежный образовательный форум «Молгород-2014» завершил свою работу. Несколько месяцев подготовки. Около сотни членов орггруппы. Несметное количество вложенных сил. Все для того, чтобы сделать начало лета незабываемым для молодежи. А пять дней форума проносится на одном духу. Количество полученных знаний еще не скоро упорядочится в головах молодых. Но вдохновение получено на целый год вперед. Молгород на самом деле для меня это одна большая дружная семья, где все к тебе тепло относятся. Допустим, ты можешь подойти к любому человеку и заговорить с ним. И тебе не ответят какой-то грубостью, тебе ответят лаской, теплотой. Это все очень тепло, здорово проходит. Большое спасибо хочется выразить организаторам. Завершающий день для форумчана знаменовался еще и встречей с депутатом Государственной Думы Аленой Аршиновой. Вопросов парламентарию было задано немало. Особое внимание уделили ситуации в Украине и Крыме. Проблема оказалась не чуждо чувашской молодежи. Хорошо, что ребята понимают, что страдает, в общем-то, действительно молодежь. И молодежь активно сейчас участвует в событиях Украины. И в Крыму активно участвовала, поэтому очень хорошо, что ребята сопереживают и не остаются безучастными в этой проблеме. Мне очень приятно, что они понимают, что и от их мнения тоже сегодня многое зависит. Обращение жителей Молгорода 2014 к правительству Украины. Мы, участники 6-го межрегионального образовательного форума Молгород, проходящего на территории Чувашской Республики Российской Федерации, обращаемся к правительству Украины с просьбой остановить убийство собственных граждан и перейти в диалогу. Десятки предложений полных тревоги и надежд, желания и готовности помочь звучали со сцены и находили отклик в глазах молодых ребят. Чтобы теперь и в России, и на Украине, и в Донецке, и в Луганске над головами детей и нас, молодежи, было мирное небо. Анастасия Алексеева, Антон Вовк, Республика. В стационарах Чувашии нет контрафактных лекарств. Об этом заявила сегодня министр здравоохранения и социального развития Алла Самойлова. Она также рассказала о средствах, которые выделяются на лекарственное обеспечение инвалидов. Финансы и лекарственные средства для льготников поступят из федерального и республиканского бюджетов. 230 миллионов выделяет центр и 109 – республиканская казна. По словам Аллы Самойловой, стоимость лекарств для амбулаторного лечения от 250 до 950 рублей. За счет централизованных закупок удается сэкономить до 17%. А за счет освободившихся средств увеличит список получателей льготных лекарств. У нас на сегодняшний день централизован полностью сегмент стационарный, что позволяет нам также экономить финансовые средства. Порядка 14% за счет только централизованных закупок лекарственных препаратов мы экономим финансовые средства. И, естественно, увеличивается количество препаратов, которые закупаются в стационарном сегменте. И нужно сказать, что на сегодняшний день практически перечень всех жизненно необходимых лекарственных препаратов в стационарных условиях полностью есть. Актуальными вопросами женского здоровья сегодня занимались в Чебоксарах. Конференция по таким названиям прошла в президентском перинатальном центре. И коня на скаку остановит и в горячую избу войдет. Женщины в русских селениях не перевелись и сейчас. Только вот экология в 21 веке не та, что в 19. Как следствие отмечают специалисты рост женских заболеваний. Обсудить современные методы профилактики рака органов репродуктивной системы, методы лечения и диагностики онкологических заболеваний в Чебоксары приехали московские специалисты. Что касается онкозаболеваний, конечно, резко возросло количество рака шейки матки, яичников, как ни парадоксально, тела матки, молочные. Ну, это всем известно, в принципе. Это, понимаете, к сожалению, рост настолько быстрый, что даже онколог не успевает справиться. Не хватает кое-то, не хватает препаратов. В таких условиях важно делать акцент на профилактику и раннюю диагностику, говорят медики. Ну, а опыт коллег лишним никогда не будет. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика. На днях в Чувашии побывали руководители двух управлений Министерства обороны России Александр Шевченко и Николай Паршин. Они сообщили о заключении трехлетнего контракта шумерлинским заводом спецавтомобилей на большую поставку мастерских в боевые подразделения. Кроме того, по поручению министра обороны России Сергея Шойгу завод обеспечит специально-техниковый учебный центр в Острогорске, где ведется подготовка младших специалистов автобронетанковой службы. Военные вообще высоко оценивают потенциал шумерлинских автомобилестроителей. Ну, а наша съемочная группа решила узнать, что еще хорошего произошло в Шумерле за последнее время. Устав от бесконечных разговоров о долгах, бездействии властей, коммунальщиков, о тяжелом положении промышленности и других проблемах, жители Шумерли с радостью отмечают позитивные изменения. И первые приметы – строительство новых детских садов. Их появилось два. Один построен на бюджетные средства, второй – на предпринимательские. К тому же при школе номер 6 открыты две группы. И в конечном итоге обеспеченность детей дошкольным образованием составила 80%. По республике этот показатель чуть ниже – 75%. Но, что особенно радует родителей, старые детские сады тоже не остались в стороне от преобразований. Детсад «Радуга» после реконструкции ничуть не хуже, чем новостройки. Мы были очень рады, что попали сюда, потому что садик реконструирован, он новый. Посмотрите, и окна теплые, и игрушек здесь полно. Мария с мужем и дочками Ярослава и Сашенькой перебрались в Шумерли из Чебоксар. В столице снимать квартиру дорого. А тут с помощью родителей удалось приобрести собственное жилье. И с садиком особых проблем не было. Компенсацию платят вовремя. А если заплатили все в срок и вовремя, то 50% с полной суммы нам возвращается на наш счет электронный, на карточку, на сберкнижку, у кого куда. И в последующем мы эти деньги берем и платим вновь. Понятно, что работать в садике стало намного легче. Не отвлекаемые бытовыми проблемами воспитатели и другие сотрудники откровенно признаются – совсем другое дело. В программу модернизации образования попали и шумерлинские школы. Только на оборудование для столовых израсходовано около 2 миллионов рублей. Еще столько же – на оснащение школьных лабораторий и на учебники. Учебники получаем бесплатно уже какой год? Второй год, наверное. И для нашей семьи многодетной – это ощутимо. Была специальная мебель для начальной школы правильная, чтобы у ребенка не портилась осанка, чтобы дети изначально могли сидеть правильно заниматься. 90% учащихся в шумерли охвачены дополнительным образованием, то есть практически каждый ребенок посещает либо кружок, либо студию. Это едва ли не самый высокий показатель в республике. Елена Гальперина, Регина Кубайкина, Андрей Спиридонов. Республика. Проехать самую большую страну в мире. Да не просто проехать, а нарисовать маршрутом слово «Россия» – идея безумная, но выплатимая. После трех лет подготовительной работы организаторы наконец-то отправились в путь. Отправной точкой стала Астрахань. Восемь человек уже проехали первые километры. Сейчас они движутся из Волгограда в Тамбов. В экипаже три машины. Возглавляет экспедицию топ-блогер Сергей Доля. За ним едут чебоксарцы Дмитрий Донсков, Анна Николаева и Ян Ермощук – человек, в чьей голове и родилась идея экспедиции. В третьей машине передвигаются видеографы и документалисты. Всего они посетят в 38 городов за два месяца. В каждом городе нас встречают люди, которые что-то организуют. Они сами просто хотят показать какие-то достопримечательности. Соответственно, это и пресс-конференции, где мы можем пообщаться с журналистами, блогерами, просто людьми. Это и пресс-бстречи с блогерами. Это и, собственно, какие-то наши интересы посмотреть достопримечательность. Опять же, вот, куда-то селить, может быть, в область, но не очень далеко. Уникальный проект заявлен в Книгу рекордов Гиннеса как самое большое в мире слово, написанное при помощи автомобиля с GPS-трекером на карте страны. По сути, это самая большая надпись на планете. Знакомо ли вам такое понятие, как интерактив? Это модное ныне слово означает активное взаимодействие, например, между артистами и публикой в зале. Именно такой спектакль под названием «Один дома» представил сегодня театр юного зрителя. Главный герой нового спектакля – малыши Карлсон, персонажи известной всеми любимой сказки шведской писательницы Астрид Лингрен. Так, ты знаешь, кто самый лучший исправитель сломанных компьютеров? Это Карлсон, который ждет на кризисе. Новые проделки любимых персонажей помогут выяснить, как правильно вести себя, если родители нет дома, что делать, если в квартиру врываются незнакомцы, как уберечь дом от пожара или потопа, и вообще, чем опасны детские шалости. Ответы на эти вопросы можно получить в веселом и поучительном спектакле о правилах безопасного поведения детей. «По-моему, у нас пожар! Пожар! Малыши, мы все из корней воды!» «По-моему, компьютеры, по-моему, и не тушат!» «По-моему, что я же говорила! Каждый ребенок должен знать, как обращаться с электроприбором!» Юные зрители оказались в гуще невероятных событий благодаря талантливым актерам театра и, конечно, режиссеру Наталье Шамбулиной, которая и поставила этот спектакль в жанре интерактивной сказки. «Мы, родители, иногда не задумываемся, говорим, это нельзя, то нельзя. Мы не объясняем, почему. Мы им говорим, не показываем, не играем с ними. Решили все это, то, что опасно в нашем мире, показать через игру, чтобы дети не просто кричали и боялись, что это опасность, что можно не бояться и жить в этом мире. Детям везде лекции читают, в школе лекции читают, дома родители нотации читают, но они в театр приходят радоваться. Так пусть они радуются». «Мне понравилось это предложение, потому что оно было очень красивое и хорошее. Нельзя сжигать газ, нельзя без родителей врубать, включать компьютер». «Мне оно очень понравилось». «Возвездных ничего электрического не включать». «Мне понравилось, когда они переоделись в милицию и брали макароны прямо из пола. Это представление оказалось очень хорошим». Сделанные с любовью стараниями актеров детские интерактивные сказки вобрали в себя все лучшее, что есть в праздничной индустрии. И самое главное, такие спектакли уже забоевали свою юную публику, которая с нетерпением ждет продолжения старых и появления новых сказок. Юлия Важенина, Николай Яковлев, Республика. В галерее «Серебряный век» Национальной библиотеки открылась выставка «Земля иранская». Выставка составлена по результатам третьего всероссийского пленера. Он проводился в августе минувшего года в живописном местечке Знаменка Иранского района Кировской области. Иранские пленеры проходят с 2008 года. Городок стал своеобразной меккой для проведения летних пленеров творческих групп из разных регионов России. В нем побывали мастера кисти, начинающие художники из Пермского края, Ешкаралы, Казани, Кирова, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода, Твери, Чебоксар, Ярославля и других городов России. Участниками всероссийского пленера из Чувашии стали Виктор Бритвин, Александр Федосеев, Валентина и Юрий Милославский, Олег Пальдяев и Эдуард Кранк. В экспозицию вошли пейзажи, портреты и фотографии. Работы, которые представлены на выставке, разнообразны и разноплановы. В Чебоксарах завершился чемпионат России по спортивной ходьбе. В минувшие выходные были разыграны медали на дистанции 50 километров. Кому удалось подняться на пьедестал почета и кто сейчас претендует на путевки европейских и мировых стартов, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. Если женщинам и юниорам приходилось сражаться за медали под палящим солнцем, то участникам 50-километровой дистанции с погодой повезло куда больше. Организаторы назначили старт на 7 утра. За время дистанции жара так и не дала себе знать. Правда, попотеть легкоатлетам все равно пришлось. Лидеры в гонке появились уже на первых кругах. Сначала оторвались от соперников представители мордовской школы Роман Евстифеев и мексиканец Харат Сеонава. Но потом на хвост лидером сел и уроженец Маргаушского района Александр Яргунькин. Он уже не раз пытался взять золото в этой дисциплине, но пока медали высшей пробы в его багаж не попадали. Но в Чебоксарах ему все же удалось подняться на высшую ступень педестала. Причем с личным рекордом в 3 часа 42 минуты и 25 секунд. Самое главное желание. Желание вроде есть, чтобы поддержка была. Теперь Александр получил возможность побороться из-за медали чемпионата Европы, который пройдет уже через два месяца. Его кандидатуру рекомендовали тренерскому совету. Получили путевки на престижные старты и юниоры. В американский город Юджин возможно отправится Ольга Шаргина, Максим Краснов, Оксана Галяткина и Николай Марков. Но организаторы высоко отметили и достижения легкоатлетов Чувашия. Это один из лучших чемпионатов. Для наших спортсменов 9 медалей. И что важно, каждая медаль была завоевана с хорошим результатом. Важно, что как и молодые спортсмены, и новые имена опять у нас появились. На чемпионаты Европы и мира Россия подала серьезную заявку. Прошедшие в Чебоксарах старты только подтвердили высокую подготовку легкоатлетов. Но сейчас от них ждут и новых результатов. Дмитрий Ковалев и Сергей Рябчиков. Республика. Таким был понедельник глазами журналистов национального телевидения. А я, Александр Базаров, с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин